Только озвучь, плиз, тему Значит, идет обсуждение Оно в нескольких местах Талмуда идет Начинается все обычно с обсуждения Можно ли обмануть таможенника Обычно начинается с этого И ответ в большинстве случаев Ответ, в общем-то, да При этом То есть, на самом деле, можно ли протащить контрабанд? Давайте еще точнее Есть ли религиозный запрет протащить контрабанд? Вот теперь, давайте так Государственный закон, который запрещает баловаться контрабандой Все понимают Может ли религиозный человек быть контрабандистом? Это где-то вот так надо поставить вопрос Значит По этому поводу Начинается с того, что есть Что там начинают длинно рассуждать о районе Дело в том, что есть мнение Шмуэля Значит Вот вавилонская ученость идет от двух людей Раф и Шмуэль Вавилонский Талмуд начинается с них, собственно И там Шмуэль сделал постановление, которое звучит Дина де Малхута Дин Означает это, что государственный закон Является законом, который надо исполнять То есть следует исполнять государственный закон Тем самым Поддержки Равинской Занятия контрабанды быть не должны При этом сразу оговоримся Что Дина де Малхута Дина В основном касается Вещей, которые прямо с религиозной жизнью Не прямым образом не связаны Потому что там всевозможные постановления о том Что евреям что-то запрещено Потому что у них религия такая-сякая И розетка это не рассматривается Рассматриваются в основном чаще всего Более-менее налоговые всякие дела И в том числе контрабанды Давайте учтем следующее Что далее следует обсуждение О какого типе контрабанды идет речь Дело в том, что в те времена, о которых мы говорим Были как бы два типа таможен В основном таможни покупались водку То есть человек, частный человек Ну, частный Серьезный человек с серьезными деньгами Закупал на год Платил государству прямо Все, что он должен получить Был с данной таможни Как бы с самого начала оговаривалось Что с этой таможни государство Хочет получить столько-то Человек, это называется откупщик Человек платил эти деньги А после этого садился на таможню И брал таможенную избу Брал он их себе в карман Естественно, потому что уже уплачен Вопрос, который бы в таких случаях стоял Есть ли государственный тариф на Сколько можно брать Или сколько сможешь собрать, столько и бери В данном случае Причем сколько сможешь, столько и бери Это любопытно, потому что это должно Очень понравиться Современным экономистам Которые очень любят рассказывать Про то, что Невидимая рука рынка все решит Вот на этой дороге Таможник забирает половину А на той он забирает четверть только Где поедут купцы? Понятно, где они поедут Там, где берут четверть Поэтому ему совсем наглеть нельзя Плюс ко всему Государство будет очень недовольно Если купцы прекратят ездить С другой стороны Государства убыток в этом году не будет Потому что оно деньги уже все получило По этому поводу на вопрос Можно ли обманывать Таможников Отвечают, что Если у таможника нет тарифа То нельзя А есть, которые Значит, говорят, что это Про такого совершенно безумного Это сам Но еще раз Мы дальше еще увидим подробнее Но далее делом почти моментально Доходим до того, что Вообще основная мысль состоит в том, что Контрабанда разрешена С религиозной стороны вопроса Другой разговор Насколько разрешено Насколько это приемлемо в обществе И В трактате Сангидрин Есть некоторый любопытный вопрос Который здесь будет обсуждаться Но в другом немножко аспекте Вот как Можно ли обманывать Гоя При вторговле И там этот вопрос Сходу совершенно увязывается С темой А Гою обманывать Гоя можно? То есть Как бы Мы не хотим В отношениях с Гоем Вылагать на себя Дополнительных обязательств Они должны быть Такими же Как и У них Между собой И по этому поводу Обычно Раби Акива Дальше начинается Действительно Серьезная тема По поводу того Что можно ли Воровать у Гоев И причем Начинается Как-то не странно Аргумент Который приводится Он приводится Совершенно неожиданной Позиции Дело в том Что в законах Тора Есть один закон О выкупе Раба-еврея Который Продал себя По бедности За долги Неважно Продал себя Не еврею Который живет В земле Израиль И закон Торы Прямой Говорит Что такого Еврея Надо выкупать По стандартным Правилам Выкупа Рабов Евреев Точно так же Как у еврея Хозяина Выкупают Раба-евреи Точно так же Надо выкупать Угоя По тем же Правилам Я не буду Сейчас Рассказывать Правила Они есть Раба-еврея Можно выкупать Учитывая Что Через столько-то лет Он выходит На свободу Обязательно И там Говорится Следующее Что так как Тора Потребовала В прямой Цитате О которой Идет речь Говорится Что расчет Должен быть Честным С ним Просто Вот Рассчитаться Нужно Как положено И Рассчитается С покупателем От года Когда он Продал До Года Юбилейного Это год Когда все Рабы Автоматически Выходят На свободу И деньги За которые Продан Должно Поделить На число Лет Которое Осталось И Эти Деньги Следует Ему Заплатить Тем Самым Мы видим Что Насильно Забрать Раба Угоя Нельзя Причем Выдвигается Предположение А вдруг Речь идет Про то Что В данном Случа Власть Гойская В Торе Описывается Нет Говорит Читайте Внимательно Там Речь идет Врач Еврейская Тем Самым Просто Взять И Насильно Отобрать Что Угоя При этом Оговаривается Проданный Раб Он Продан Телом Это Вещь Которая Продвижит Другому И Отсюда Выводится Закон О том Что Напрямую Ограбить Гоя Нельзя По крайней Мере Тара На частном Примере Демонстрирует Что Этого Делать Нельзя По этому Поводу Раби Акива Постанавливает Что Гезель Гой Ассур То есть Украсть Угоя Запрещено Именно Ровно На этом Основании Но Здесь Начинается Довольно Любопытный Момент Вообще Тут Надо Заметить Следующее Что Тара С точки Зрения Талмуда Ну И Нашей Нашей Точке Зрения Закон Тары Обязывает Евреям И Они Не Обязывают Не Евреям То есть Эти Законы Не Являются Чем-то Обязательным Для Гоя Просто Не Являются И В результате Возникает Всегда Проблема Когда Мы Пытаемся Договориться О Отношениях Повседневных Между Гоями Евреям Которые Оказались Соседи Потому Что Как бы У нас Разные Законы И В данном Случае Мы Этот Образец Сейчас Увидим Как Выгодно Собственно Беря А почему Нельзя Воровать У Гоя В религиозном В финансовом Я понял Это нехорошо Это неудобно Это повлечет Кучу неприятных Финансовых Последствий И для евреев И для Гоев Если люди Прекращают Доверять Друг другу В сделках Это плохо Для всех Можно Своровать Раз Можно Своровать Два Но С тобой Прекратят Иметь День По этому Поводу Далее Начинается Совершенно Любопытная Ситуация Почему Евреи Нельзя Вырабат У Гоя Очевидно Потому что Сказал Лотигнов Одна Из Десяти Заповедей Конституционных Десяти Речений На горе Синай Не украли Тем самым Евреи Которые Украл Неважно У кого Вот здесь Совершенно Не важен Объект У которого Украл Это может Быть Гой Это может Быть Государство Красть Нельзя И Вот Вот Это Очевидная Очевидность Данная Все Красть Нельзя Точка Другой Разговор Что Там По-разному Относятся К этому Высказываниям Вообще Которые В Декологии Которые В Десяти Заповедях Там Есть Разные Отношения К ним И Наверное Базовым Там Надо Иметь Отношения Иметь Представление О Это Представление Ибнезре Которое Пытается Объяснить На современный Язык Переводя Его Мысль Что Десять Заповедей Это Конституционный Закон Закон Не Прямой Сиры Вот Например Не Убей Он Комментирует Не Убей Заповедь Он Комментирует Не Убей Мужчину Женщину Ребенка Гоя И так далее Не убей Это абсолютно Далее Не убей действием Не убей бездействием Не убей словом Не убей молчанием Вот я его Комментирую Что означает Закон Непрямого Действия Это его Точка Средняя Что Десять Заповедей Не является Законом Прямого Действия Это Означает Что Ежели Человек Убил Молчанием Да Это вопрос Что с ним Можно сделать В суде И для этого Должно быть Раскрытие Закона Уже В нормальном Кодексе То есть В остальной Части Тор Не в Десяти Заповедей А в Остальной Части Тор Например Закон Диколога Ибо Мне Сыны Я Господь Бог Твой Который Вывел Тебя Из Дома Рабства Понимается Ограничение На Рабовладение И Как это Раскрывается То есть Вы больше Не рабы Далее В трактате Следующей Главе Она Открывается Законами Именно О рабах Где Рабовладение Ограничивается Сходу Ограничивается Семью Годами Вначале Потом Пятидесятью Годами Если Раб Не захотел Выйти На свободу Через Семь лет Потом Отдельно Закон О женщинах Женщине Фактически Невозможно Продать Судебном Порядке В рабство То есть Фактически Невозможно Вот Ну и так далее И так далее То есть Там надо читать Законы Подробно То есть Ограничения Рабовладения И так Всюд Точно так же Законы О воровстве Должны Быть Раскрыты Что делать Судусы В Талмуде Обычно Такие Ситуации Звучат Азхара Шаману Оныш Лошаману Или наоборот Оныш Шаману Азхара Лошаману То есть Когда разбирается Тот или иной стих То регулярно Говорит так Что нам нужно В Таре Найти Запрет На это действие И найти Наказание За это действие Это разные Совершенные вещи Это по поводу Юридического мышления Талмуда Теперь Когда мы сказали Что воровать Нехорошо И что человек Который ворует Наносит ущерб Своей душе Грубо говоря И в религиозном отношении Воровство Это плохо Не важно У кого Украсть Еще раз Не важно Украсть У Гоя Или у государства Или у другого еврея И в любом случае Это тяжелый вред Душе Вопрос Что делает суд Когда он сталкивается С такой ситуацией Евреи Своровал У Гоя Обязан ли Значит Фалко Сотко Про Еврея Мы знаем Закон Что Ежели Он своровал На нем Лежит Религиозный Долг Вернуть Сворованную Вещь Нежели Этой вещи Уже Не существует То вернуть Ее цену По крайней мере Это долг Приписанный Торой Вернуть Украденное Это судебное Выражение Закона Не украдив В отношениях Между евреями Аналогично Чуть-чуть Потом Значит Вопрос Нужно ли Вернуть Украденную Гою Как религиозный Долг Я не говорю В данном Случа О судебном Стороне Вопроса Для еврея Вернуть Ежели Еврей Украл У еврея На нем Лежит Религиозный Долг Вернуть Украденную Значит Причем Там есть Длинные Рассуждения Талмуда О том Как это Нужно Делать Можно ли Тайно Тайно Вернуть Украденную Или Обязательно Нужно Признаться Хозяину Вещи Что ты Украл И так далее Это отдельное Обсуждение Вопрос То же Самое Про гои Есть ли Религиозный Долг Вернуть Гою Украденную И вот Здесь Талмуд Говорит Неожиданно Довольно Такие вещи Вообще Это даже На Гоя Нет Религиозного Долга Вернуть Украденную Если Гоя Украл У Гоя Он Ничего Не должен Он Не обязан Возвращать В силу Еврейского Закона Еще раз Есть Дина Дамалхота Есть Государственный Закон Государственный Закон Который Устанавливает В отношениях Между Гоями Что Украденное Нужно Возвращать Он Существует По этому Поводу Существование Такого Государственного Закона Требует Применять Правила То есть Мы Обязаны Выполнять В данном Случе Государственные Законы Возвращать Украденное Чисто Юридически Не как Религиозный Долг А чисто Юридически Точно По той же Причине Как И Гоя Обязан Вернуть Украденное Им У другого Гоя Еще раз Гоя Обязан Вернуть Украденное Не в силу Религиозного Закона А в силу Установления Государства По этому Поводу То есть Наблюдается Такая веселая Симметрия Законов Которые Раз за разом Кстати Красные ничи Всегда проходят По всех Эти Давайте Пример Значит В Таре Есть закон Который Требует Если Человек Нашел Потерянную Другим Вещь То есть Находку И Эта Находка Надо Предполагать Что это Потерянная Вещь Такую Вещь Не Выкидывают То Ее Надо О ней Об этой Вещи Надо Позаботиться И Потрудиться Вернуть Хозяин Так Как В Таре Сказано И так Поступай Со Все Что потеряет Твой Брат То Точно Так же Нужно Ли Возвращать Вещь Потерянную Горе Теоретически Теоретически Тут На самом деле Как ни Странно Два Вопроса Нужно ли Ее Брать Или Ее Следует Оставить Лежать Где Она Лежит И Тогда Вопроса Нет О Возврате Или Ее Нужно Взять И Можно Считать Свою И Вот Здесь Мы Обнаруживаем Любопытную Вещь Потому Что Как бы Талмуд Уверенно Говорит Что Горе Друг Друг Потери Не Возвращают Или В другом Варианте Горе Нам Потери Не Возвращают И Здесь Есть Два Варианта Ответа Либо Это Сложившаяся Практика Дело Вот По Римскому Праву По Классическому Римскому Праву Возвращать Наход Необходим Тот Кто Нашел Наход И Ежели Эта Наход Представляет Ценность И Следует Предположить Что Она Чья То Ее Надо Вернуть Более Того Позаботиться Найти У кого Потеряно Заботиться О Наход Ки Ее Надо Возвращать Вопрос Выглядит Так Это Закон В римском Праве Является Внутренне Касается Только Граждан Рима В отношении Друг Друга Или Также Касается Латинян Инородцев Вообще Закон Который Приравнял Всех Объявил Единое Право Для всех Подданных Римской Империи Принят Только В третьем Веке А Эти Законы О которых Мы Говорим Обсуждаются Во втором Веке Да Во втором Веке То есть До Этмос Здесь Вопрос Евреи Что Вы Делают Они Делают Симметричный Закон Или Да Да Или Они Делают Симметричный Закон Как вы Нам Не Возвращаете Так И мы Вам Не Возвращаем Что Происходит Вот Это Надо Так Вот Постановление Еще Серия Постановление Решение О том Что Воровать Угоя Нет Талмуде Человека Который Говорит Что Можно Такого Вопрос Всегда Сваливается В другую Сторон Да Вот Теперь После того Как мы Это Сказали Тут Начинается Что Такое Талмуд Талмуд Это Юридическая Мысль В той Части Где он Обсуждает Закон Это Всегда Юридическая Мысль Не мораль А Юриспруденция Когда мы Говорим О контрабанде То Является Ли Контрабанда Воровством Талмуд Уверен Говорит Нет Контрабанда Не является Воровством В том Смысле Что Юридическое Определение Воровства Это Когда Я взял У хозяина Его Вещь И объявил Ее Своей Ну Объявил Притащил К себе В дом И пользуюсь Ей Как своей То есть Фактически Объявлением В контрабанде Это Нет Этого Признака Нет Это Не совсем Воровство Это Другое Это Уклонение От налогов Так Как Контрабандная Вещь Никакая Ее Часть Никогда Государству Не принадлежала Или Там Таможнику То Как Бы В конце Концов Отношение К этому Я могу Сказать Отношение Такое же Как В обществе Если вы Хотите Я готов По-другому Сформулировать Отношение Такое же Как В обществе Окружающее Много Ли вы Знаете Людей Которые Нервно Относятся К протаскиванию Лишней Бутылки Коньяка Через Таможнику А Почему Собственно Нет А А почему Собственно Нет А почему Собственно Нет Но подождите Закон Вообще Запрещает Закон Четко Говорит Столько Литров Алкогольных Напитков Можно Протащить Без Пошлины А дальше Надо заплатить Я не помню Такого Шмойна Дина Демалхута Дина Вообще Здесь В полный Рост Стоит В полный Рост То есть Она Здесь В полный Рост Шмойна Правила Другой Разговор Что Дина Демалхута Так как Мы видим Что Одна Другая Лишняя Бутылка Горячительных Напитков Протащенная Через Таможню Общество Не считает Мабехах То, что Называется Ну и что То мы Не видим Необходимости Быть Праведней Общества Это не будет Религиозной Заслугой Ежели Человек Принципиально До болезненности Начинает Выплачивать Такие вещи Еще раз Обратите внимание На соображение Это не воровство Ровно потому что В силу Определения Слова Воровство Я не пропагандирую Протаскивать Лишние бутылки Горячительного Через Таможню Это нехорошо Как можно Обманывать Государство Тем не менее Общество До определенных Пределов Относится К этому Спокойно Религиозный Закон Еврейский Относится К этому Спокойно А вот Не все Есть экстремисты Которые считают Что эта организация Является Заменой Малхута И они говорят Что это Гузель Матнат Мелых Что Мелых Потребовал Матану А вот Он спрятал Не отдал Минуточку Еще раз Слово Гузель Нельзя Применить К Налогам Мы должны Применять Другие Законы Гузель По определению Я взял У тебя То что Принадлежит Тебе И забрал Это себе Это определение Слова Гузель Для того Чтобы была Гузела Для того Чтобы было Воровство Или гнива Неважно Чем мы Занимаемся Разница Формальная Состоит в том Что Я могу показать Все комментарии Нужные Вообще Формально Гузель Это Открытое Похищение Имущества А гнива Тайное Похищение Имущества То есть Гузель Это Разбой Или бандитизм Или грабеж Разбой Ну бандитизм Не будем Это надо шайку Иметь Разбой Или грабеж А гнива Это воровство Но дело В том Что Талмуд Словом Гузель Пользуется Регулярно Как Общее Обозначение Хищения Чужого Имущества Вот смотрите Есть разница Если государство Является Иврейским Или нет Можно ли Не заплатить Наемному Работнику Здесь Та же Самая Ситуация Не заплатить Наемному Работнику Не является Воровством Но Есть Отдельный Закон Тары Который Запрещает Удерживать Плату Наемного Работника Преднимание Если бы Не было Такого Закона У вас Было бы Очень трудно Придумать Почему Вы должны Это выполнять Но просто Потому Что Здесь Можно Пытаться Подвести Со стороны Ты украл Чужой Труд Но С точки Зрения Денег Которые Я не отдал Эти деньги Твои Наемного Работника Когда Не были Другой Рассказ Что Есть Закон Тары Который Требует Заплатить Наемному Работнику Ровно В назначенный Срок Именно Поэтому Здесь Нет Этого Вопроса Но Вот Это Определение Воровства Будет Ли это Воровство Не заплатить Наемного Ответ Нет Это Называется По-другому Это Называется Линацхар Есть Специальный Термин Для Писания Это Запрещено Причем Так На Весьма Серьезном Уровне Запрещено И Там Много Чего По этому Поводу Сказано В разных местах Но Я Почем Предвнимание Что Под Словом Гнева Это Не Попадает Это Другое Совершенно Юридическое Определение Но Именно Поэтому Про Таможню Обсуждается По ходу Дела Ровно Потому Что Это Можно Обсуждать Только В рамках Шмуя Что Касается До тех Экстремистов Которых Говорит Что Протащить Лишнюю Бутылку Виски Через Таможню Это Обобрать Родное Государство То Я Это Слышал Либо От Американцев У которых Отдельное Отношение С законом Либо От ярых Сионистов Которые Считают Родное Государство Чем-то Вроде Родного Человека Который Имеет Право На все Подряд У них Какие-то Странные Отношения С государством Я Лучше На вопрос Может быть Резон В том Что Говорят Разницу Между Обычным Государством И еврейским Что Когда Ты Обманываешь Масах Носу То Ты Обманываешь Как бы Других Евреев Что Ты Воруешь У них Обратите Внимание Насколько Искусственно Вам приходится Такие Вещи Строить Я Хочу Заметить Одну Вещь Вот Чего У нас Талмуд Не дает Это Очень Важно Талмуд Нам Не дает Хорошо Проработанного Государственного Права Его Талмуд Нет То Что Попытка Как-то Строить Идею Государственного Права На основе Общинного Права Коммунального Права Общинного Коммунального В зависимости От книжки Я хочу Заметить Во всех Университетах Эти права Различаются Очень сильно Их изучают По раздельности В разных Курсах Представление О том Что Из Общинного Права Можно Построить Государственное Это Очень Наивное Представление Так Нельзя Сделать Но Все Попытки Которые Я видел Построить Государственные Законы На основании Общинных Всяких Восстановлений И права Это Всегда Очень Плохо Это Очень Слабо Юридически По этому Поводу Нас Талмуд Не дает Хороших Государственных Законов Их Там Нету Так Честно Они Не проработаны Сталмуд Есть Основа Общинного Права Это Правда Там Они Есть И Они Хорошо Проработаны Были В Средние Века Очень Хорошо Но Государственное Право Еврейское Оно Не то Что Не Развито Его Не Существует Фактически Просто Как Теоретическая Дисциплина Не Существует Это Совсем Плохо Поэтому Когда Вы Начинаете Говорить Про Такие Вещи Они Очень Плохо Работают Да Я Как-то Прихожу На рынок Чтобы Было Понятно Одну Другую Сторон Вопрос Естественно Как Нормальный Человек Когда Кто-то Пытается Мне Продать Контрабандный Товар Он Стоит Дешевле А Учитывая Что Некоторые Вопросы У нас Чудовищные Совершенно Пошлины То Естественно Я Хочу Купить Контрабандный Товар Потому Что Он Дешевле Может Быть Раза Ну На По-треть Как Мини А То И В Половине А То И В Два Раза Ну Как-то Захожу В Магазин И Спрашиваю Есть ли У тебя Ну Какой-то Товар Говорит Я Больше Не Продаю Потому Что Вон Тот Вот Там Другую Лапу Говорит Он Контрабандно Завез Огромную Партию И Я С Не Могу Конкурировать Поэтому Я Прекратил Закупать Это Вторая Сторона Которая Как Покупателя Я Все Время Забиваю Сторону Продавца Это Естественно Это Неправильно Но Это Естественно И Вот Он Первый Человек Который Обратил Моё Внимание На Противоположную Сторон Этой Тем На Вторую На Вторую Сторон Этой Медели Да Пока Понемногу Это Одно Когда Это Становится Очень Активно Это Другие Долгие Разговоры Теперь Вот Теперь К самому Приятному Чего Чего К чему Я Все Это Вел Значит После Мы Как Договорились Что Воровать Угое Не Запрещено Начинается Рассказ А Можно Ли Его Обсчитать Вот Можно Ли Его Обмануть И Сделать Потому Что Все Понимают Прекрасно Что Одно Дело Своровать Другое Дело Обмануть Опять Каждый Раз Когда Кто-то Приступает К Этой Теме Он Всегда Четко Говорит Одну Простую Вещь Своровать Вещь Угое Или Деньги Угое Например Прямым Обманом Гири Вы Фактически Воруете Недоданную Вещь Если Вы Продавец И У вас Гири Значит То Что Еврею Запрещено Не То Что Пользоваться Неверными Гирями А Даже Дом Держать Запрещено Это Закон Тор Можно Вопрос Самозащиты Мы Нет Обсуждения Обсуждается Так Я Продавец Ко мне Пришел Гой Могу ли Я Его Обвесить Нет Еврея Не Могу Сказано Что Нельзя Это Прямой Закон Торы Могу Ли Обвесить Гой Ответ Это Воровство Оно Есть Воровство А Воровать Нельзя Ни У кого Здесь Нет Проблем Могу Зачитать Вам Длинный Длинный Псак Который Обсуждает Продажу На Вес Этого Самого Перца Длинный Длинный Кто-то Послал Запрос Где Человек Пытался Сказать Кто Взвешивает Как Взвешивает В каком Порядке Даются Деньги Ответ Ну Никак Нельзя Ну Нельзя Обвешивать И Обманывать Вращу Потому Что Это Нехорошо Но Дальше Начинается Следующее Значит По этому Поводу Дальше Начинается Уже Следующая Глава И Она Вот Здесь Мы Наконец Подходим К тому Что Наконец Может Звучит Это Так Таут Гой Я Просто Начинаю Читать По тексту Значит Шмуэль Который Это Сказал Купил У Гоя Золотой Кубок Который Гой считал Медным Бронзовым Медный Бронзовый Не Различается За Четыре Ну Давайте Считать Динария И Даже Заплатил Комментария Заплатил Ему Пятый Заплатил Ему Еще Один Значит Вот Теперь идет Стандартная Вещь Человек Который Продает Вещь Цены Которую Он Не Знает Еще Это Экспертная Оценка Только Скажем Драгоценные Камни Простой Человек В принципе Не в состоянии Определить Их Цену Ну Просто Потому Что Он Не знает Всех Тонкостей И Там Действует Правило О том Что Нет Понятия Она Не Не буду Но Теперь Ежели Гой Приходит И Говорит Вот Эта Вещь Я Не знаю Сколько Она Стоит То Продавец Очевидно Должен Оценить Ее Честно Как Принято Во всем Но Теперь Происходит Другая Ситуация Приходит Гой И Говорит Что У меня Замечательный Бронзовый Смотри Какой Кубок Чашка Смотри Какая Красивая Я Хочу За нее Четыре Продавец Который Немножко Лучше Разбирается В Вещах Говорит Что Видит Что Она Золотая Эта Чашка А Не Бронзовая Вопрос Насколько Он Обязан Предупредить Вот Что Евреи Обязан Предупредить По закону ОНАА Лотоно Это Метеха Не Обманывай Ближнего Своего А Ближний Это Еврей То Там До Одной Шестой Стоимости Цены Есть Там Правило Про Одну Шестую Стоимость Цены Причем Мы Будем Входить О том Как Расчитывается Под На Шестой Теперь Гой Ошибается Вещей Думает Что Она Это Сам Можно Ли Его Обмануть То Есть Не Сказать Ему Обрат Внимание Вопрос Не Сказать Ему Правду И Прецедент Приведен Прямо Здесь Покупка Золотой Чаши Как Бронз Более Того Вот Ну По Комментарию Который Я Предпочитаю Он Для Того Чтобы Быстрее Закрыть Эту Сделку Шмуль Даже Добавил Чтоб Гой Был Радостный Чтоб Ему Радость Была Даже Добавил Пятый Динар Тому Что Топ Просил Мол На Пропой Души Свидет Даже Тут Еще Добавлена Одна Подробность Что Может Быть Он Должен При этом Предупредить Что Я На Тебя Полагаюсь Ты Сам Сказал Сколько Это Штука Слова То Сказ Бэм А То Что Я По Этому Поводу Думаю Это Неважно И Вот Здесь Вот Здесь Как Раз Сказано Что Такое Можно Вот Теперь Наконец Нашли Ту Границу Где Можно Здесь Разница В Расчетах Между Гоем И Евреем Граница Оказывается Пролегает По Собственной Ошибке Гоя Что Еврей Не Обязан Предупреждать Об Ошибке Но Аналогичные Ситуации Когда Речь идет О Потерях И Нахватках Добавление Которое Идет Выглядит Так Нужно Легое Возвращать Наход Ответ Там Где Есть Кедуши Расшем Имеется Ввиду Следую В тех Случаях Когда Есть Хоть Какие-то Основания Что Проделка Выйдет Наружу Так Поступать Нельзя Причем Не из Страха Быть Пойманом А Страх Быть Пойманом Должен Подвинуть На Совершение Религиозного Подвига Кедуша Шем Это Религиозный Подвиг Вот Чтобы Понятно Страх Того Что Тебя Поймает Ты Не Должен Бояться За Свою Шкуру А Должен Бояться За То Что О Евреях Начнут Плохо Говорить И Вот Отсюда Появляется Понятие Что В таких Случаях Когда Ты Боишься Что Дело Может Скрыться Ты Должен Совершить Религиозный Подвиг И Отдать Хоть Жалко Конечно Отдать Попавшие Тебя В Лапу Хорошую Вещь Но Считай Это Религиозный Подвиг Почему Вот Когда Речь Идет Про Кедуш Ашем Кроме Давайте Скажем Так Там Где Есть Кедуш Ашем Религиозный Подвиг Нет Места Наказания Ежели Человек Этого Не Сделает Вот Есть Такое Самая Странная Вещь Там Где Говорится Что Нужно Совершить Кедуш Ашем Ежели Человек Его Не Совершит То За Это Нет Наказания По Крайней Мере В Земных Судах Это Правило Всюду Применен Всегда Когда Речь Идет Про Кедуш Ашем Пусть Это Будет Для Вас Экогезный Подвиг Вы Это Совершаете Не Потому Что Обязаны А Потому Что Вы Должны Подумать О Том Как Вы И Ваша Религия Будет Выглядеть В глазах Окружающих По Этому Поводу Когда Речь Идет Об Об Общении Гоев Или О Том Что Человек Не Хочет Возвращать Найденную Вещь Ибо Полагает Что Она Не Еврейская И По Букве Закона Он Не Обязан Возвращается То Подумай Нет Здесь Места Что Ты Должен Совершить Религиозный Подвиг И Так Вернуть Или Не Общитать Да Понятно Что Вот Эта Сторона Вопроса Должна Всегда Стоять На Повестке Регулярно Когда Я Слышу Что Кто-то Говорит Что В Талмуде Написано Что Можно Обманывать Гоя Можно Ответ Вообще То Нет Потому Что Сказано Здесь Талмуде То место Которое Является Базовым И Которое Не Всека Во многих Книгах Кроме Рамбом Крайних Случаев Или Мейри Может Нет Таких Крайних Случаев Но В большинстве Случаев Большинство Народу Согласны С тем Что Обманывать Напрямую Нельзя Но Ежели Гой Сам Себя Сам Ошибается Не в свою Пользу Ему Можно Об этом Не Говорить Собственно Говоря Последнее Я хочу Заметить Что В кругах Торгующих Людей На такие вещи Принято Относиться Как Чему там К мастерству Торговли Да Насколько Я понимаю Как бы То есть Там Где Общественная Мораль На такие вещи Более-менее Закрывает Глаза Еврейское Право Говорит Еврейское Право Для него Это Более-менее Серая Зона Так как Здесь Нет Прямого Воровства То Мы Не можем Это запретить Напрямую Но Подумай Есть ли место Религиозного Подвига Это соображение Совершенно Обязательно В этой Ситуации Потому что Ежели Дело Явно Может скрыться Может быть Лучше Отказаться От такой Выгоды А ну Ее Нафиг Но Это Вот И есть Где-то Последняя Конечная Черта Кстати По поводу Ну Ну вот Где-то Вот Наверное Это чего И надо было Сказать Сегодня Я хочу Во всей этой Ситуации Заметить Следующее Количество Книг Которые Написаны По поводу Что сказано В Талмуде Мне всегда Очень радует Есть цитатнички Пикантных Цитат В Талмуда Фокус В том Что закон Закон В Талмуд Это же Обсуждение Внутреннее Обсуждение Ешивы Что такое Талмуд Это конспекты Лекции Вообще Это Прочитанных Ученикам В некоторых Томах Даже ясно Кто был Главным Лектором Чей конспект Здесь В основном Находится Да Он был Потом Подредактирован Что-то Дополнено Что-то Сглажено Высказывание Учитывайте Что конспекты В очень сокращенном Виде написаны И Талмуд Такое и есть Это конспекты Лекции Регулярно Без Пары Классических Комментаторей Которые Ведут Традицию Которая Идет Со времен Написи Талмуда Что здесь Надо читать Что здесь Надо видеть Потому что Без них Невозможно Иногда Понять Что написано Фокус В том Что Это Лекции Прочитанные Для будущих Юрист Это Не Свод Закона В том Смысле В каком Уголовный Кодекс Это Лекции Где На каждый Вопрос Проведены Серия Мнений И Что-то Недосказано Что-то Сказано Но Обычно Когда речь Говорит О каком Закон То Кончается Тем Что есть Некоторые Правила Как выводить Закон И Регулярно Закон Выводится Не по Одному Отрывку По Нескольким Отрывкам Которые Надо Сравнивать Между Собой Понять Где Крайние Случаи Применения Закона И Обратите Внимание Вот Это Привычка Талмуда Формулировать Можно Украсть Гнева Гезель Гой Мутар Гезель Гой Асух Значит Один Говорит Украсть Угоя Можно Второй Говорит Нельзя На самом деле На практику На практику Нет Таная Которые Считают Нет Древних Мудрецов Которые Считают Что Украсть Угоя Можно Таких Нет Просто Вот Далее Постепенное Обсуждение На серии Примеров Приводит К тому Случай Который Является Крайней Линией Закона Который Постанавливает И эта Крайняя Линия Закона Будет Нет Нельзя Можно Ли Обмануть Нет Нельзя Если Он Сам Себя Обманул Может Возникнуть Спор Нужно Ли Предупредить Что Я Полагаюсь На Твое Мнение Что Ты Сам Себя Обманываешь По Мо Но Я Не Хочу Тебя Обманываете Я Исхожу Из того Что Ты Сказал Ты То Как бы Прикрыть Чего Там Прикрыть Ну Да Как бы Прикрыться Таким Способом Но Результат Выглядит Как видите Крайне Нищим На Выходе То Есть Вы Можете Человек Который Сам Себя Обманывает Позволит Ему Остаться В Заблуждении И Получиться По Выгоду Вот Это Крайняя Линия Которая Кончается Все Обсуждения И Это Постановление Закона Если Кому-то Интересно То Просто У меня На Этой На этом Компьютере Лежит Шулька Нарух Шульхан А Может Не Не Слышно Да Нормально Слышно Поближе Микрофон Я слышно Нормально Нормально Шульхан Арух Хошем Мишпат Даже Взвешивать Или Измерять Меньше Чехосер Коль Шаху В Меньше Чем Насколько Коль угодно Мало Чем Для Гоя Нарушает Запрещающую Заповедь И Обязан Вернуть Точно Так же Запрещено Вводить Гоя В заблуждение При расчетах И Вот Эта Ссылка На Историю С Выкупом Раба У неевреев Ставится Та же Самая Ссылка Здесь И Тот Кто Поступает Иначе К нему А то Что сказано Что это Мерзость Перед Господом Твоим Богом Всякий Кто так Поступает Значит Тот Кто Делает Иволь Безобразие По Отношению К Другому Включая Тот Кто Делает Иволь Безобразие По Отношению К Гою И Не Отличие И Не Похоже У На Прибыток Когда Он Видит Что Покупатель Ошибается Сам В Стоимости Сделки И Такая Ошибка Разрешено Но Тот Кто Обманывает Он Настоящий Вор Это Вот Вот Это Последняя Линия Закона Шульханава Специально Доставлен Цитатам Вот То что вы Выдранными Цитатами Можете Увидеть Вы увидите Что результат Будет Сильно Отличается Кстати Я Видел Этот Сборник По-моему Сто Цитат Из Толмуда Что Евреи Думают О Горах Цитаты Надерно Вне Контекста А Контекст Он Для Профессионала Вообще Ты Писал Для Тех Кто Умеет Читать И Умеет Выводить Законы Умеет И Понимает О чем Идет Речь Хотя Конечно Некоторые Цитаты Замечательные Типа А лучше Из врачей Все равно Отправиться В ад Но Вы Учитывайте Что Евреи Особенно В Талмуде И в те Время Очень Любили Поговорить Так Это Есть Врачи Которые В ад Не Отправиться Я Вас Уверюю Просто Врачи В большинстве Своем Ребята Слишком Свободомыслищие Ну Вот Где-то Так Вот То Что Я Хотел Сегодня Рассказать Если Кому-то Такой Подход Интересен Я Могу Продолжить В том же Стиле Следующий Раз Могу Взять Другой Маленький Вопрос Вот Может Я Прослушал Может Я Пропустил Может Ты Говорил По-моему Было Такое Понятие Мар Итай Вот Мар Итай В смысле Что Это Может Как бы Восприниматься Во Внешнем Мире Скажем Кем-то Да Что-то Недостойное В этом Отношении Обман Обман Не Евреев Даже Если Это По Закону Как Ты Обязан В каких-то случаях Это Проходит Если Принцип Мар Итай Здесь Нет Одно Здесь Другой Принцип Здесь Принцип Кедушаше Здесь Другой Он еще Более Сильный На самом деле Некоторые Вещи Не делают Из-за Мар Итай Потому Что Люди Мало Лишь Что Подумают Люди Но Здесь В отношениях Сгоями Говорится Не про Мар Итай А про Кедушаше А Кедушаше Освящение Имени Всевышнего Дословный Перевод Но Это Неудачный Перевод На самом Деле По Смыслу Всегда Кедушаше Это Религиозный Подвиг Это Поступок Более Чем Требует В суде Вот Я хочу Подчеркнуть Он Его Требовать Может Закон Ну Например Умри Сам Но Не Убей Или Во Религиозных Гонений Нельзя Поклоняться Идолу И Это Будет Кедушаше Это Будет Освящение Имени Всевышнего Это Религиозный Подвиг Но Что Будет С тем Кто Поклонился Идолу Под Угрозой Ответ Он Не Совершил Кедушаше Что Будет С ним В суде Ответ Ничего Суд Не Может Его Осудить За То Что Он Действовал При Угрозе Жизни Он Не Должен Был Все Равно Нарушать Он Не Должен Был Поклоняться Идолу Тем Не Менее Суд Говорит А мы Это Не Наше Потому Что Это Вопрос Религиозного Подвига А Как Известно Ну В Ешиве Мой Учитель Это Формулировал Так От Себя Ты Можешь Потребовать Религиозного Подвига А от Других Нет Да Окей Нельзя Слагать Обязанность Совершить Подвиг На Другого Окей Умеет Право Сделать Только Для Себя Так Это Понятно Когда Речь Идет О том Что Надо Вернуть Украденное Гою Надо Вернуть Находку Гою То Здесь Говорит Киду Шэшэн То Это Как Б Религиозный Подвиг Мы Не Можем Обязать Тебя В Рамках Закона Нет То Если Ты Своровал То Шэшэн Говорит Надо Вернуть Но Тем Не Менее Когда Ты Такие Вещи Делаешь Не Возвращаешь Потери Другой Ты Должен Принимать Участие Что Религиозный Подвиг От тебя Требует Вернуть Окей Можно Маленький Вопрос Можно Только Надо Учесть Одна Минута Потому Что Можешь Сказать Здесь Рамбом Рамбом По Возвращения Потери Гоя Если Человек Может Присвоить Соби Потерянную Вещь И Не Скрывать Он Говорит Что Вообще Это Возвращать Даже Нельзя Почему Потому Что Ты Должен Понять Что Ты Возвращаешь Вещь Потому Что Это Заповедь Тот Гоя Возвращать Нет Такой Заповеди Ты Значит Говорит Тот Ты Возвращаешь Не Потому Что Есть Такая Заповедь А Потому Что Возвращение Что Ты Возвращаешь В религиозном Отношении Больше Чего Тебя Требуют То Это Твое Решение Понятно До конца Хочу Довести Это Да Я имею Я Может быть Прослушал Но Рассматриваются Ли Эти Законы Когда Этот Гой Находится В Израиле Или Когда Еврей Живет Среди Гоев Есть Разница Нет Ну Тогда Получается Что Евреи Сами Вызывают На себя Огонь Потому Что Если Они Будут Не Поступать По Тем Законам В том Месте В котором Они Живут Моральным Да В пределах Конечно Определен То Получится Что Они Сами Себя Как Бы Выделяя Там В невыгодном Мы С этого Начали Есть Правило Шмуэля Дина Да Молхута Дина Законы Установленные Государством Являются Законы Их Следует Исполнять Вопрос Где Граница Исполнения Тех Закон Ответ Не Столько То Что Требует Становлено В обществе Понятно Ежели В обществе Всегда Есть Некоторые Правила Вот это Правило Шмуэля Что Как В обществе Принято Поступать Здесь И так И надо Поступать Это Правило Шмуэля Абсолютно Верно И что Но Еще раз Примеры О которых Мы Говорим Скажем Ну давайте Практически Во всех Странах Обвес Покупателя Скажем В девятнадцатом Веке До Девятнадцатого Века Был Чуть ли Не Нормой Я могу Вам Кучу Средневековых Книг Привести Не Еврейских Где Это Как По Крайней Мере Торговцев Воспринимается Как Норм Давайте Я Вот Анекдот Еврейский Пойду Повтор Скажу Есть Такая Книга Кавхахаим По-моему Называется Сейчас я Вспомню Точно Как Книга Сейчас Рассказываю Значит А там Говорится Следующее Там Речь Идет О Портных Надо Сказать Что У Евреев Портные И Профессия Вокруг Этого Белошвейки Шляфники Вот Этого Круга Они Назывались По-разному Но С одеждой Связь У Евреев Они Скажем В Восточной Европе Процент Людей Занятых Им Регулярно Доходил Чуть ли Не До Половины До Половины Трудового Населения Могу Показать У меня Есть Таблицы Еврейской Зайдни То есть Конца 19 века Даже 18 Есть Евреи Очень много Этим Занят Про Портных Все знают Я не знаю Шили Или вы Когда-нибудь У Портного В наше Время У Портных Шьют Только Очень Состоятельные Люди А в мое Время Когда я Был Маленьким А молодым У Портного Сшили Практически У всех Были вещи Которые Они Сшили У Портного На Меня Глядишь По-моему Хочешь Разразить У тебя Были Что-нибудь Сшито У Портного Ясно Значит Все Знали Что Портной Обязательно Уворует Часть Ткани Значит Все Это Знали Сделать С этим Ничего Было Нельзя Настолько Что В книге 18 17 Века 17 Века Был Задан Вопрос Как Следует Относиться К тому Что Портной Клянется Что Он Ткань Использовал Целиком А все Обрезки Он был Заказчику Он Шьет Из Ткани Заказчика Как Следует Относиться К такой Клятве Не Является Ли Это Ложной Клятвой На Что Следует Уверенный Родинский Ответ Это Не Является Ложной Клятвой Потому Что Тот Кто Ее Слышит Ей Не Верит И Сам Портной Сам Портной Знает Что Ему Никто Не Верит А Это Является Ей Специальная Формула Значит Хавайи Пустая Клятва Которая Скорее Присловие Чем Клятва То есть К этому Надо Относиться Как Пустословие То Понимание Всеми Вот Здесь Выходит На Некоторый Круг Вещей Все Знают Что Портной Это Сделает Можно Ли Портному Это Делать Ответ Нет Нельзя Делает Ли Ответ Да Делает Что Мы Должны С ним Делать Ответ Ничего Мы С ним Сделать Не Можем Потому Что Все Портные Так Поступали Вот Все Один Там Легендарный Портной Упоминается Утверждается Что Он Всегда Возвращал Все Но Утверждалось Что Он Никто Не Может Понять Его Логику Все Портные Обязательно Себе Что То Присваивают Хорошо Ли Это Ответ Ремесло Такое И Общество Считает Что Это Да И Тот Кто Слишком Много Позволил Портному Воровать Тот Сам Дурак Следить Надо Было Лучше Тогда У меня Такой Вопрос Если Можно Я Прошу Прощения Мы Не Можем Я Обещал Мир Что У него Будет 10-15 Минут Отдых И Урок Понимаете А не Дисциплина Дайте Я Доскажу Пожалуйста Не Не Я Объяснил Вам Это Это Невозможно Мы Должны Закончить Я Отключаюсь И Больше Ваши Уроки Не Посещаю До Свидания Нет Проблем Пока Я Объяснил Человеку Но Что Я Могу Сделать Продолжение следует Продолжение следует